Доброе утро! Добро пожаловать на «Русский час». И сегодня у нас очень особенное мероприятие. Сегодня с раз нам проводят экскурсию в Питере. И с нами Сергей, координатор культурных мероприятий. Сейчас он вам немножко расскажет о себе и покажет нам культурную столицу России. Спасибо, дам, пожаловать! Добрый вечер! У нас вечер уже, 5 часов вечера, хорошая погода. И мы собираемся сделать небольшую прогулку по центральной части города, по главной улице города, Невскому проспекту. Меня зовут Сергей. Если у вас появляются вопросы во время экскурсии, не стесняйтесь, задавайте вопросы. А начинаем мы экскурсию из самого сердца Петербурга. За мной находится главный вход в Зимний дворец. Это самый большой дворец русских царей. 1 200 комнат. Двуглавый орел над воротами и вензель русского царя А3. Это Александр III. Именно в его годы эти ворота были здесь воздвигнуты. А теперь мы поворачиваемся на 180 градусов, чтобы посмотреть на главную площадь Петербурга. Когда Петербург был столицей Российской империи, это была главная площадь России. Называется она Дворцовая площадь. То есть, названа в честь Зимнего дворца. На противоположной стороне площади желтое длинное здание. Это здание имеет самый длинный фасад в Европе. По-русски мы называем это здание главный штаб. То есть, можно перевести на английский как General Headquarters. Здесь размещались разные министерства, State Departments в прошлом. В том числе, то, что сегодня мы называем Министерством обороны, Defense Department. И правая часть этого здания до сих пор принадлежит армии. А вот левая часть теперь является частью Эрмитажа. Так же, как и Зимний дворец. Это по размеру самый большой в мире музейный комплекс. Здесь находятся шесть зданий. Кроме того, у Эрмитажа есть и другие здания в разных частях города. А в центре площади находится знаменитая Александровская колонна. Она была воздвигнута в честь победы России в войне с Наполеоном. Наверху ангел с крестом. А сама колонна сделана из монолитного куска гранита и весит шестьсот тонн. Это самая большая в мире свободно стоящая колонна. Свободно стоящая означает, что она не... Она стоит там только за счет своего веса. Шестьсот тонн. Мы медленно будем идти. Если у вас появляются вопросы во время экскурсии, пожалуйста, задавайте. Мы пройдем через центральную площадь, дворцовую площадь города. Сейчас продолжается эпидемия коронавируса, и иностранных туристов в Петербурге очень мало. Но зато сейчас у нас очень много туристов из России. И приезжают со всех уголков России. Также пятница, вечер, погода хорошая. Молодые люди сюда приехали просто, как мы говорим, потусить. Hang around. Немного правее возьмем, чтобы обойти... Уличных музыкалов, как видите, это туристское место. Много таких заманиловок, заманиловок для туристов. Я не знаю, как будет хорошо ли видно против Солнца, но вот вдали сейчас камера наведена на Исаакиевский собор. По размеру это самый большой православный собор в России. Он может вместить одновременно более 10 тысяч человек. А если еще правее возьмем, как раз против Солнца, можно увидеть шпиль Адмиралтейства. Шпиль Степл или Спайр of the Admiralty. Адмиралтейство сейчас является главным штабом Headquarters, главным штабом военно-морского флота. Naval Headquarters of Russia. Мы идем дальше. Как раз на этой площади произошло то, что американцы называют русской революцией. Она началась штурмом Зимнего дворца в 9.40 вечера 25 октября 1917 года. Это было самое начало революции. Сейчас мы остановимся на секунду и повернемся опять, чтобы увидеть, насколько большой этот дворец. Помните, я сказал, там 1200 комнат. Это был главный дом русских царей и их семьи. Но сам царь и его семья занимали только небольшую часть этого дворца, а большинство комнат было занято слугами. Там было до 2000 слуг временами доходило. 2000 слуг. А царская семья обычно жила в левой части дворца, и окна выходили на небольшой сад, и с другой стороны лечет большая река, река Нева. А теперь мы пойдем под триумфальной аркой Triumphal Arch, или Victory Arch. Триумфальная арка. Она была воздвигнута в 1820-е годы и тоже строилась как памятник победе в войне против наполеоновской Франции. Наверху колесница победы, Charity of Victory, с греческой богиней победы. Мы ее называем по-русски Ника, по-английски Найки. Идем дальше. Здесь молодежь тусит. Привет, девушки. Здесь всегда много народа. Здесь много ночных клубов в этой части города. Эта часть города никогда не смеет. Строил главный штаб архитектор итальянского происхождения Карло Росси. Арка выглядит очень могущественно. Говорят, что когда заканчивали строительство арки, ее поддерживали строительные леса. И боялись, что арка будет стоять под аркой, когда вы уберете поддерживающие леса. И он так сделал. Арка до сих пор стоит. Петербург, вы, наверное, знаете, был основан в 1703 году русским царем Петром I. Позже он получил звание Петр Великий. Петербург строился как новая столица страны. Уже через восемь лет он перевел столицу в Петербург из Москвы. И с тех пор Санкт-Петербург был столицей России, потом Российской империи более двухсот лет. С 1713 по 1917 годы. И сейчас проходим под Триумфальной аркой. И мы направляемся к главной улице Петербурга к Невскому проспекту. Как вы меня слышите? Все нормально? Да, отлично. Не надо мне микрофон держать ближе к арту? Мне кажется, слышно хорошо. Да, Джошуа, хорошо слышите, да? Да, Илья? Да, я хорошо слышу. Я все слышу, да. Да, так здорово. Такой эффект присутствия. Это вообще, на самом деле, как будто мы так. Прекрасно. Уличный музыкант играет. Даже номер кредитной карты написал, что можно прямо перечислять. Мы сейчас выходим на Большую морскую улицу. Она довольно большая. Мы немного пройдемся по ней только до Невского проспекта. Что здесь интересно? Я хочу обратить внимание на мостовую. Cobblestone Road. Посмотрите на земле. Вы видите разные виды булыжников, булыжник, cobblestones, из разных исторических периодов. Идем дальше. Как видите, здесь тоже очень много туристов. И не только туристов. В основном здания в этой части города используются под разные офисы, банки. Но есть здесь и люди, которые живут в этой части города. работают во всю уличное кафе. А вот здесь интересно, такая мостовая сделана из деревянных плашек. So the road here is made of wooden plaques. Мой отец рассказывал, когда в Петербурге бывали наводнения, эти плашки все поднимались и их водой уносило в море. Наводнение, floods. When we had floods, all these wooden plaques would go up and were carried away to the sea by the water. отец. Отлично. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Мы его называем русским Шекспиром. Каждый русский может цитировать его поэзию. И вот пока мы идем, я бы вам хотел рассказать небольшое стихотворение, только начало, четыре строки, чтобы вы почувствовали ритм и мелодию стихов Александра Сергеевича Пушкина. А это стихотворение как раз посвящается ему самому, но мы только что ушли из Дворцовой площади, и вы там видели Александровскую колонну. Так вот, это стихотворение связано с Александровской колонной. Правда, он ее назвал «Александрийский столб», «Александр's post». Слушаем. Я памятник себе воздвиг нерукотворный, К нему не зарастет народная тропа, Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столба. Примерно такой перевод я нашел в интернете. А сейчас мы находимся на мосту через одну из многих рек, речушек, каналов Петербурга. Эта река называется Мойка. Как видите, тоже очень много туристов. Многие решили покататься на катере. Это один из лучших способов посмотреть красоту зданий Петербурга. Ведь многие здания, дворцы, строились фасадами на воду. По приказу Петра Первого, все семьи, дворянские семьи, noble families, которые жили в Москве, должны были переехать сюда и строить свои дворцы окнами, выходящие на воду. Поэтому некоторые здания в Петербурге смотрятся красивее с воды, чем с улиц. Идем дальше. И здесь же находится один из самых старых дворцов Петербурга. Здесь жили знатоки еды, любители покушать. И сейчас во всем мире есть блюда, известные под их фамилией, под их именем. Может быть, вы уже догадались. Этот дворец принадлежал новым. Именно в этом дворце было придумано блюдо без строганов. Говорят, что граф Строганов, когда был старым, уже плохо мог жевать мясо. И он попросил своего повара приготовить какое-нибудь блюдо, чтобы он мог проживать своими старшими. Можно посмотреть типами мебели 18-го и 19-го веков. Петербург часто называют городом рек и каналов, городом дворцов. И это дистанция. Александр Невский проспект, по которому мы сейчас идем, соединяет два здания. Адмиралтейство, которое находится теперь за нами. Александра Невская лавра. Александра Невская лавра тоже была основана Петром Первым. и посвящена знаменитому русскому князю, который жил в XIII веке и был князем русского княжества. Тогда Россия не была единой страной, а были княжества, принципиалитис. И Александр Невский был князем Великого Новгорода. Великий Новгород – очень старый русский город, старее, чем Москва. И когда студенты приезжают сюда по нашей программе, мы едем в Новгород на два дня. Там можно посмотреть настоящую, старинную русскую архитектуру. Ну, я к тому, что эти земли еще в средние века принадлежали княжеству Великий Новгород. А потом сюда пришли шведы. Шведы здесь пробыли примерно 80 лет. И Россия была отрезана от Балтийского моря. Не имела права иметь флот и не было портов. Петр Первый начал войну со Швецией. Мы ее называем Северная война со Швецией. Она длилась 21 год, началась в 1700 году и закончилась в 1721 году. В результате этой войны Россия стала империей, завоевала выход к Балтийскому морю, стала строить порты и построила военно-морской флот. В Петербурге родился военно-морской флот. Мы называем Петра Первого отцом русского флота. А его первая лодка, которая тоже находится в Петербурге, находится в музее военно-морского флота России, мы ее называем дедушкой русского флота. Вопросы, вопросов еще не появилось у вас? У меня есть вопрос. Можно задать, да? Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Да, вот вы не подскажете, был ли когда-нибудь Невский проспект... Так, голос пропал, еще раз. Да. Невский проспект был пешеходной зоной? Был ли Невский проспект пешеходной зоной? Да. То есть, постоянно, чтобы весь Невский проспект был пешеходной зоной, такого не было. Здесь много улиц, которые пересекают Невский проспект, они сейчас являются пешеходными. Вот, например, с левой стороны сейчас будет небольшая пешеходная улица. Видите, там летнее кафе расположено. Нет, наоборот, это была всегда очень оживленной дорогой к магистралью города. Здесь даже раньше были трамваи. какое-то время после революции 1917 года проспект назывался проспектом Урицкого 25 октября, а потом вернули старинное название Невский проспект. Здесь находится много церквей и соборов. Здесь находится один из красивых соборов. Называется он Собор Святого Петра. и он был построен для местной лютеранской конгрегации, для общества лютеран, для немцев, которые проживали в Петербурге. Екатерина Великая, Екатерина Вторая была по происхождению немкой, и она была лютеранкой до того, как приехала в Россию. Петербург был всегда очень международным городом. И здесь находятся церкви разных религий. Но, конечно, самая большая религия это Православие, Orthodox Religion. Как раз сейчас на противоположной стороне города вы можете видеть один из самых красивых православных соборов. Правильное название довольно длинное. Собор образа Казанской Божьей Матери, так по-русски называют. Ну, или сокращенно называют Казанский собор. Казан Cathedral. Это связано с войной еще Ивана Грозного против татар. Город Казань сейчас на Волге стоит. Это столица Татарстана. Вы, наверное, знаете, что Россия состоит из разных республик, краев, областей, разных административных единиц, в том числе одна из самых известных административных единиц России называется Татарстан. И большинство населения там по национальности татары. Сейчас мы живем очень мирно. А тогда были войны в средние века. И после того, как русские одержали победу в войне с татарами под городом Казань и русские верили, что иконок Божьей Матери помогла им победить татар. После этого построили соборы в честь этой иконы по всей России. Конечно, Петербург не настолько стар. Петербург по европейским масштабам, по европейским меркам очень молодой. Петербургу всего лишь немного более трехсот лет. И эта церковь была построена гораздо позже, но она тоже посвящена этой же иконе. Внутри верующие люди могут прийти и поклониться этой иконе. Казанский собор или Казанской Божьей Матери. Этот собор также еще знаменит тем, что здесь похоронен знаменитый русский генерал, полководец, фельдмаршал Кутузов. Его памятник находится с левой стороны, сейчас за деревьями, мы его не видим, а внутри собора находится его могила, он там похоронен. Еще одна пешеходная улица от нас слева. Привет! Ты с кем? Молодой человек. Ладно, идем дальше. длина Невского проспекта четыре с половиной километра. с левой стороны еще одно знаменитое здание. Раньше оно называлось дом Зингера. Это известная американская компания, производила швейные машины, sewing machines, и здесь их как раз продавали в этом здании. А сейчас это большой книжный магазин. Мы его называем дом книги. На втором этаже очень симпатичное кафе. Вы видите там, люди отдыхают за чашкой кофе. Очень красивый вид оттуда открывается, на главную улицу Петербурга. Это очень опасный магазин. Туда зайдешь и выйти невозможно. Ну да. Каждый раз со мной такое происходит. Я спросила про пешеходную зону, потому что в прошлом году был марафон и всю улицу закрыли. А, ее закрывают специально для каких-то мероприятий. Да, было очень необычно. Такое бывает. Такое бывает, да. это бывает несколько раз в году по большим праздникам, особенно в день победы 9 мая. Здесь проходит большой марш, парад. Девятая победа, это самый большой праздник в стране, победы во Второй мировой войне. Ну кроме того, да, здесь бывают марафоны, спортивные мероприятия, карнавал на день города 27 мая. Да, такое случается, но это не постоянно. А мы сейчас еще проходим через одну водную магистраль, Waterway. Повернемся на ту сторону лучше, наверное, да, вот там. это искусственный канал, то есть искусственный man-made канал, искусственный канал, теперь канал Грибоедова, а в царские времена назывался Екатеринский канал, и вы вдали видите красивую церковь, построена в старом русском стиле, называя, эта церковь имеет очень странное название, даже по-русски звучит странно, церковь спаса на крови, обычно на английский язык название переводят так, the church of savior on the spilled blood, название странное, но оно имеет смысл, если подумать об истории этой церкви, она стоит как раз на том месте, где террористы убили русского царя Александра II, царя реформатора, который отменил крепостное право в России, крепостное право Servedom, он отменил крепостное право в 1861 году, за два года до того, как рабство было отменено в Америке, в Северных Штатах, но к сожалению, тогда же стал расти терроризм в России, терроризм пришел в Россию с демократией, можно сказать, это другая сторона, как мы говорим, оборотная сторона демократии, на него было 8 покушений, there were 8 attempts upon his life, и в конце концов, группа, которая называлась народная воля, People's Will, которую возглавляла женщина София Перовская, на этом месте убили русского царя, он был убит бомбой, первая бомба разрушила его карету, carriage, а вторая бомба его серьезно ранила, и он умер от потери крови через 2 часа в Зимнем дворце, а его сын, Александр III, решил построить этот памятник по стилю, напоминающий русскую, древнерусскую церковь. Такой стиль в Петербурге довольно редкий, потому что Петербург новый город, относительно новый город, а такие церкви строились в средние века, в средние века, в Москве, в Суздале, во Владимире, но Александр III любил все русское и решил построить памятник, мемориал своему отцу в таком старом русском стиле. Сейчас эта церковь работает как музей, мы можем посетить, там внутри находятся знаменитые мозаики, такой церкви больше нигде нет в мире, внутри все стены, потолки и пол все выложено мозаичными картинами. А мы идем дальше, как раз если посмотреть на другую сторону Невского проспекта, можно увидеть памятник фельдмаршалу Кутузову, победителю Наполеона. Напоминаю вам, что он был похоронен здесь, в этом соборе. А если дальше навести, можно увидеть университет финансов, там обычно обучаются русскому языку и живут наши студенты, то есть в самом центре города. Мы идем дальше по Невскому проспекту. Да, вот сейчас камеру хорошо навели. Компания Зингер из Америки и вверху вы видите американского орла, а на его груди американский флаг Stars and Stripes. Американский флаг и американский орел в самом центре Петербурга. Ждем зеленый свет, чтобы идти дальше, немного запутались. с левой стороны здание старое, можно и не увидеть, здесь находится станция метро, Невский проспект. Наш метрополитен очень известный. Он считается самым глубоким в мире, поскольку город был построен на болоте, болото Marshlands. Здесь приходится строить линии метро очень глубоко. Самая глубокая станция Петербурга находится на глубине 120 метров. Чем ближе станция к какой-нибудь воде, к реке, к реке или каналу, тем глубже станция. Кроме того, многие станции Петербурга выглядят как музеи, украшены мозаичными картинами, скульптурами, различными видами мрамора и гранита. Ну, и эскалаторы очень длинные. Вот, посмотрите, молодой человек играет на баяне русский аккордеон. Я вырос в небольшом селе в Сибири, в Сибири. И вы, наверное, знаете, что национальные традиции лучше соблюдаются и лучше хранятся в маленьких городах, в деревнях. И меня тоже учили играть на инструменте. Идем дальше по Невскому проспекту. С левой стороны еще одна церковь. Это католический костел Roman Catholic Church Святой Екатерины Мученицы Александрийской Saint Catherine of Alexandria Многие церкви в советский период были закрыты, но сейчас они все восстановлены и работают. Мы в советском находятся один из самых старых магазинов торговых центров Петербурга «Большой гостиный двор». гостиный гостиный двор. гостиный это прилагательное мужского рода от существительного гость. гость. Почему же гость? То есть можно перевести гостиный двор как guest courtyard, Потому что внутри находится большой двор, inner courtyard, где тоже торговали. Купцы, которые ездили по России, тогда назывались гостями. Поэтому так и называли торговые центры. Двор для гостей, то есть двор для купцов. Купец – merchant. То есть такие торговые центры первоначально строились для путешествующих купцов. Traveling merchants. Это здание было построено в 1785 году. Это оккупи за холл блок на двух этажах. Все торговые центры, кстати, недавно открылись и теперь работают в обычном режиме. Ну а мы повернем на небольшую Михайловскую улицу, которая ведет к площади искусств. Ребята, есть вопросы какие-то? Илья, Роман или Джошуа? Вы были в Питере? Я никогда не был. Но еще будете. Нравится, да? Конечно. Да, очень. Очень красиво. Да, вы видите, что в Петербурге нет новых, современных, высоких зданий. Мы хотим сохранить атмосферу и красоту старого города. Новые здания запрещены в центре города. Хотя самое высокое здание в Европе, думаете, где находится? Оно находится здесь, в Петербурге, но в пригороде. Оно не в центральной исторической части. Самое высокое здание в Европе называется башня Газпрома. Газпром Тауэр. Газпром – это большая компания российская, и они построили себе новое офисное здание в пригороде Петербурга. То есть у нас есть и современные районы города, но мы находимся в исторической части. С левой стороны одна из самых дорогих гостинец Петербурга – Гранд Отель Европа. Сейчас мы увидим одну из самых красивых площадей города. Она по форме круг, называется площадь искусств. Square of Arts. Почему она так называется? Здесь несколько музеев и несколько культурных мест, театров. Сейчас я вам покажу, какие здесь театры и какие музеи. Тут немного потише. Мы сейчас отошли от главной шумной улицы Петербурга. Наверное, меня будет даже лучше слышно. Площадь искусств. Art Square. В центре площади находится памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Хотя Пушкин и родился в Москве, но он прожил большую часть своей жизни в Петербурге. Это традиционное место встреч. Когда говорят, говорят молодые люди, встретимся у Пушкина, они имеют в виду этот небольшой сквер. А за памятником огромное здание. Мы туда ближе не пойдем, но здание действительно очень большое. Теперь это главное здание русского музея. Русский музей имеет самую большую коллекцию русского искусства. Начиная от древнего русского искусства, народных промыслах, фолккрафтс, и кончая русским авангардом и искусством советского периода и современное искусство. Называется этот музей «Русский музей». Занимает здесь три здания. А главное здание, которое мы сейчас видим, когда-то построил русский царь Павел I для своего младшего сына, великого князя Михаила Павловича. Поэтому это здание называется Михайловский дворец. А позже другой царь Александр III, который, вы помните, любил русское искусство, все русское, решил отдать это здание под музей русского искусства. Теперь это русский музей. За ним, за деревьями, сейчас не видно, еще и один интересный музей. Музей этнографии России. Россия очень многонациональная страна. Там можно посмотреть национальные костюмы, этнические костюмы со всех частей бывшей Российской империи и нынешней Российской Федерации. Можно увидеть, например, избу, локхаус, в которой жили крестьяне в средние века. А можно увидеть юрту каких-нибудь кочевников из Сибири. Кочевники-номадс. Через дорогу желтое здание на углу. Знаменитая филармония. Филамония. Филамоник холл. Классическая музыка в Петербурге очень популярна. Во время блокады, во время Второй мировой войны, когда не было электричества, дома не отапливались, отопление не работало. Но регулярно проходили концерты классической музыки. В том числе здесь играли знаменитую Ленинградскую симфонию, которую Дмитрий Шестакович написал в осажденном городе. Он назвал ее Седьмая симфония. Так выглядит главный зал филармонии. Он назвал ее Седьмая симфония, но она больше известна по другим названиям. Ленинградская симфония. Сейчас, как вы видите, филармония носит имя этого знаменитого композитора Дмитрия Шестаковича. Когда ноты этой симфонии переслали в Америку, и два оркестра в Америке сыграли ее американский президент, Рузвельт сказал, что русских нельзя победить, пока они могут писать такую сильную музыку. А здесь гораздо тише, как будто мы находимся в небольшом городке. Здесь еще один театр называется Театр музыкальной комедии. И мы сейчас пройдем через один из самых старых торговых центров Петербурга, который называется Passage. Обычно переводят на английский язык как Passageway. И вы сейчас поймете, почему он так называется. Здесь очень много магазинов. Помните, что мы находимся в торговом квартале Петербурга. Петербург большой туристский центр. В это время года обычно всегда много туристов, которые приезжают, приходят в Петербург на больших круизных судах. Big cruise ships. Но в этом году круизные суда не работают, поэтому только русские туристы в основном. Тем не менее, все кафе, все музеи заполнены. Мы заходим сейчас в Passage. Здесь внутри надо надевать маску. Сейчас мы наденем. Очень красиво. Похоже немножко на гум, да, в Москве. Да, принцип такой же. Под большой стеклянной крышей. Но у нас всегда шутка на этот случай, когда Петербург сравнивает с Москвой. Ну, конечно же, Москва копировала Санкт-Петербург. Тогда столицей страны был Петербург, а не Москва. Два больших города в стране, Москва и Петербург, всегда являлись конкурентами. Петербург был городом аристократии, царской семьи. А Москва была центром коммерции, торговли. Это был купеческий город. И сейчас до сих пор Петербург называют культурной столицей России. Население Петербурга сейчас 5 миллионов 200 тысяч. По населению мы второй город в России после Москвы и четвертый город в Европе после Москвы, Лондона и Парижа. Ну, я бы сказал, что местные жители сюда приходят нечасто. Больше просто посмотреть на витрины, Shop Windows витрины. Это больше для богатых туристов. Этот пассаж соединяет площадь искусств и Невский проспект. То есть сейчас мы опять выйдем на Невский проспект. А может, нам скажете, наверное, студенты заметили, что в названии пассаж, как оно написано там на магазинах и на полу, на коврике, есть дополнительная буква. Может, вы нам прокомментируете? Пассаж написан с твердым знаком в конце. Так писались все существительные мужского рода, заканчивающиеся на согласную букву в старом написании. Законы правила правописания, spelling rules, законы правописания изменились после революции 1917 года и в том числе отменили этот твердый знак в конце слов. Кроме твердого знака, еще убрали несколько других букв. Да, теперь пассаж пишется без твердого знака. Вот вы видите, что пассаж был открыт в 1848 году. А магазин, который напротив находится, большой гостиный двор, еще старше, с 1785 года. Так, немного мы сейчас... Все равно нам придется пройти через подземный переход. Может быть, будет пропадать звук или изображение на минуту. Но у нас осталось всего пять минут, так что... Да, да, и мы заканчиваем скоро. Отлично. Я вижу библиотеку, мою любимую. Это российская национальная библиотека, самая старая публичная библиотека России. Многие годы директором этой библиотеки был известный поэт, баснописец, фейбл-райтер, баснописец Иван Крылов. Ой, сувениры, я все хочу. Ну, куда же без сувениров. Да. Вот только в прошлом году ходила по всем этим переходам. Это вообще так странно видеть. Сейчас все так близко и далеко. А мы вернулись на поверхность и подходим сейчас к еще одному известному месту Петербурга. Небольшой парк, а в центре находится памятник самой знаменитой России, очевидно. Самой знаменитой женщиной России. Вы, наверное, можете догадаться, кто это. Может быть, студенты догадаются. Как вы думаете, здесь памятник кому? Катерина. Ну, конечно, да. Памятник Екатерине Второй или Екатерине Великой. Он сейчас находится за деревьями, но через пару минут вы его увидите. А местные жители называют это место Катькин сад. Это образовано от одного варианта имени Екатерина Катька. Такое это не очень-то уважительное имя. Это больше к маленькой девочке так можно обратиться. Но поскольку петербуржцы себя считают близкими друзьями всех русских царей и цариц, такое название здесь возможно. Ну, конечно, это небольшой юмор. Вот напротив, как раз памятник Екатерине Великой, а за ним большое здание драматического театра. Называется Александринский драматический театр. А у подножья Екатерины еще статуи других известных личностей времени царственной Екатерины Великой. Она царствовала 34 года с 1762 по 1796 год. 34 года. Там, например, у подножья есть знаменитый Потемкин, Суворов генерал. С левой стороны женщина тоже, принцесса Екатерина, княгиня Екатерина Дашкова. Она была президентом Академии наук. Удивительное время было. 18 век. Не только глава государства женщина, но даже и президент Академии наук женщина была. А сзади находится статуя, отсюда не видно, графа Алексея Орлова, который участвовал в заговоре против мужа Екатерины Великой, Петра Третьего. Вернемся на эту сторону Невы. Здесь еще одна симпатичная пешеходная улица. Называется Малая Садовая. И здесь находится знаменитый продуктовый магазин. Мы его называем Елисеевский магазин. Потому что здание было построено купцами Елисеевыми. Братья Елисеевы. Они сделали здесь красивый магазин. Другой магазин был в Москве. И еще один магазин был в Париже. Сейчас мы посмотрим на главную витрину этого магазина. Она оформлена в стиле щелкунчика. Щелкунчик? Наткрека. Эти костюмы были придуманы русским художником и скульптором Михаилом Шемякиным. Долгое время он эмигрировал из Советского Союза. Жил в Америке. Сейчас вернулся. Живет здесь, недалеко от этого магазина. Там у него своя студия. Вот он придумал новые костюмы к знаменитому спектаклю «Щелкунчик». Внутри магазин похож на дворец. Очень красиво украшен. А на балконе внутри стоят два брата Елисеевы и машут вам рукой. Так, ну что, я торопился, но время как раз у нас уже шесть часов ровно. Мы на этом месте можем закончить, наверное. Прекрасно. Хотя, конечно, вы понимаете, что Петербург – это очень большой город. Историческая часть здесь больше, чем в Москве. И мы увидели только совсем-совсем маленькую часть центра города. Да. Поэтому, когда будет возможность, особенно если вы сюда приедете уже очно, на самом деле, все это здесь можно походить и посмотреть самостоятельно, как и много-много других мест Петербурга. Спасибо огромное. Может быть, у вас какие-то вопросы, да. Да, какие-то вопросы, пожалуйста. Все было понятно, ребята. Да, все было понятно. Все было понятно. Ну, спасибо вам за внимание. Ждем вас в Петербурге. Спасибо. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Спасибо. До новых встреч. Да. Спасибо. До свидания. Так, если кто-то хочет что-то обсудить, если какие-то вопросы есть у вас, в следующий раз у нас будет обсуждение, у нас будет группа стартаперов из России, из Челябинска. Они нам расскажут о том, каково создавать свой бизнес в России. Они молодая команда и расскажут нам о своем новом приложении для сотового телефона для бега. Так что очень интересная будет тоже встреча. У вас будет возможность пообщаться, задавать вопросы нашим гостям. Так, какие-то еще вопросы есть, пожелания, что-то хотели сказать? Давайте я остановлю запись, чтобы могли все спокойно говорить.